Здравствуйте! Здесь мы обсуждаем последние новости спорта. Старший тренер сборной России в танцах на льду Геннадий Карпаносов поделился мнением о контрольных прокатах юниорских танцевальных дуэтов в Новогорске. Он отметил, что большинство участников проката показали очень высокий уровень, что сложилось впечатление, что они на карантине не теряли время зря, занимались общей физической подготовкой, думали о танцах, искали музыку. Все, что они делали, было направлено на то, чтобы показать все лучшее, что они могут. По мнению Геннадия Михайловича, выступление юниорских танцевальных дуэтов в Новогорске – это вызов коронавирусу. Сборная сделала шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, и это совершенно другой уровень катания. Старший тренер сборной России поблагодарил тренеров-хореографов за то, что они делали в то время, когда у других опускались руки. Они занимались фигурным катанием, и он, как старший тренер, очень доволен тем, что увидел на прокатах. Также он отметил, что есть кандидаты в сборную, и их куда больше, чем три дуэта, и даже больше, чем шесть. Заслуженный тренер России Елена Чайковская, присутствующая на прокатах, также оценила юниорскую сборную в танцах на льду. Она сказала, что очень довольна тем, что увидела, что пары готовы очень хорошо, как будто не было никакой самоизоляции. Был страх, что можно что-то не успеть, но тренеры и спортсмены сделали усилия, несмотря ни на какие сложности. Вероятность, что спортсмены не смогут подойти к прокатам в полной готовности, была очень высока, поскольку не было льда и не было полноценных тренировок. Но, тем не менее, все сделано, и это просто замечательно. Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, также поделилась своими впечатлениями о контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Она отметила, что все фигуристы катаются с новыми программами, и что контрольные прокаты – это очень ответственное мероприятие и важный этап.